Одесские волонтеры собрали деньги на новую винтовку для украинских снайперов. На замену еще советское СВД купили американскую HS Precision. Оружие и точнее, и бьет в два раза дальше. В то же время волонтеры жалуются, говорят официально передать новинку военную часть целая проблема. Позывной призрак осваивает новую винтовку. Прицеливается по российским пяти рублям. В зоне АТО снайпер побывал дважды. Раньше стрелял из СВД. Знаменитая винтовка уступала оружию врага. На помощь пришли волонтеры. Обращались к нам военнослужащие нашей 28-й бригады с просьбой помочь решить проблему. Так у противника появился снайпер, который с полтора-два километра работает по нашим. Наша винтовка СВД в самом лучшем состоянии дает километр, реально 800 метров. Призраку передали целый снайперский комплекс. Кроме винтовки, это метеостанция, дальномер и оптический прицел. Снайпер рассказывает, с таким набором можно работать с относительно безопасного расстояния. По сравнению с нашей армейской винтовкой, это намного удобнее, лучше и практичнее. Я считаю, будет толк с ней. Спуск намного мягче и спокойнее. То есть целиться и производить сам выстрел намного удобнее, чем с СВД. И плюс она позволяет нам стрелять на дальность до двух километров. Современное оружие обошлось почти в четверть миллиона гривен. Однако деньги, рассказывают волонтеры, как раз не главная проблема. Из-за бюрократии винтовку долго не могли передать в воинскую часть. Если за месяц мы собрали деньги и купили комплекс, то благодаря нашему министерству обороны и МВД в часть она смогла попасть только через два месяца после ее приобретения. Чтобы сократить процедуру, даже не нужно менять закон. Только внутренний приказ МВД о выдаче оружия убеждают активисты. Новая винтовка заработает в зоне АТО на следующей неделе. С ней на восток поедут аптечки. Их собирал для военных сын одного из волонтеров. Сделал аптечки для 28-й механизированной бригады, 52 штучки. Насобирал денежек с папой, три дня делал аптеки. Хочу пожелать всем, 28-й механизированной бригады, снайперам роты разведки, чтобы они вернулись домой. Андрей Цыганко, Константин Гак, Константин Глужневский, 7 канал.